Что было сделано по машине за это время. Во-первых, я отключил АБС. К сожалению, АБС тут нельзя отключить. Просто из-под капота вынул предохранитель. Пришлось лезть вот туда, снимать вот эту крышку. Под ней находится блок АБС. И обычно в интернетах пишут, что на нем есть какое-то серебристое реле, и надо отключить его. Там у меня уже никакого реле нет. Ну или я его не нашел. В блок АБС был вместо реле прикручен сигнал. И в итоге я просто тупо снял блок АБС совсем. Лампочка АБС горит, АБС не работает. Машина тормозит для повседневной езды. Абсолютно нечего. Мы прогрелись. Мы тут не нашли. Сейчас будем пробовать разогнаться. Старт номер раз. 9,6 до 100, 402. У нас не получилось, потому что подбирались мы в автобусе. Так, у нас машина греется. Поэтому сейчас мы применим лайфхак. Я взял специальную скрепочку. Я заметил, что машина греется сразу при тестировании. И еще до того, как я ее купил. Вентилятор-то включался, да не включался. На тот момент не было мыслей, что с ней не так. Я все проверил в выходные. Не по проводке там все четко, а с датчиком температуры. Вот такая беда. На этот я заказал. Он, наверное, будет сегодня. Но машину я взял раньше. Потому что сегодня я ее должен взвесить. Берем скрепочку. И применяем ее между вот этими контактами. Перегрев, я думаю, исключен. Сейчас попробуем гаснуть еще раз. Подождем, пока остынет мотор. Лучше для этого поехать. Может быть, проблема вентилятора не единственная проблема. Кто ее знает. Вообще, машина выехала из 10 до 100. Я считаю, что это уже очень неплохо. Хотелось бы, конечно, ехать 6, но это вряд ли достижимо. Сейчас мы поедем, продуемся спокойно. И еще один старт. По бензобаку. Заметил, что бак течет только когда он полный. Если становится в баке литров 30-40, он течь перестает. Так что до момента снятия бака просто заправлять полный не буду. Есть мнение, что течет из трубок, которые сверху бака соединяют половинки, вентиляция, там и все такое. Разберем, посмотрим. Очень медленно мы остываем. Наверное, помимо этого переключателя есть еще какая-то проблема. Сейчас восстановимся, проверим, не выскочила ли у нас скрепочка. А может быть, дело в том, что... Нет, вентилятор крутится. Машина греется. Так, мы на грани. Очень температурен. Машина стоит заведенная, остывает. Хорошо. Вот так вот пляшет стрелка, интересно. Нюансики. Нюансики. Я совсем забыл про свой любимый метод охлаждения. Дедовский способ. Печка на полную. На Subaru этот метод решает все проблемы. Я не понимаю, почему он не остывает совсем. Может быть, проблема в термостате. Термостат не открывается, поэтому у нас не включается вентилятор, потому что датчик не догревается, и поэтому нагреется мотор. Это тоже вероятно. Ну, термостат тоже поменяю. Тут просто бейшни. А сейчас надо добраться до дома. А вот теперь машина остыла, и печка начала дуть. То есть, на холостых, вероятно, помпы не хватает, чтобы прокачивать нормально. Сколько нам открытий чудно еще предстоит. Вот теперь тепленькая и нормальная температура. Сейчас попробуем еще разок разогнаться. сцепление западает. Отвратительное ощущение. 10 тонн, хреновый штаб. Ну, в общем, больше я ее пока мучить не буду. На этом редукторе у нас референсное значение получено. Она выезжает из 10. Но я не думаю, что выезжает из 9. Можно, наверное, проехать несколько, до 100. Напомню, это с 57. М50-B20 мотор. Единственное, якобы улучшение, которое мы сделаем, это нет вентилятора, который какие-то силы реально отнимает. Зато не дает грязь. И вот сейчас, после прохвата, у нас температура стоит нормально. Поэтому, может быть, да, реально у нас проблемы с термостатом. Еще буду сегодня наглядать во всем этих делах. Подъезжаю к дому. Всем пока. Итак, покатался я сегодня целый день. Вот такая вот шляпа у нас. Двигатель перегревается уже с печкой. Даже вне зависимости от того, как ехать. Быстро, медленно. он на грани перегрева. При очень аккуратной езде в принципе он какое-то время едет. Но чем дольше ты едешь, тем больше он нагревается и остывать перестает. То есть, я съездил километров 20 по трассе. Вот утренний проезд. А сейчас я заехал в город еще по делам. Забрал тюнячик, забрал резиночку на бак. Еще кое-какие мелочи. И дальше поехать не смог, потому что вот такая вот шляпа, мотор греется. Что это может быть, не знаю. Это может быть уже понятно, что это не дача включения вентилятора, потому что вентилятор сейчас включен на полную. Фигачит как заводной. то есть, это либо термостат, либо помпа, либо скорее всего это газы, потому что эффект следующий. На холостых печка работает хреново, даже газу оно прочухивается в такое ощущение, что система завоздушивает. Так что, вероятно, на этом моторе поднята прокладка и это означает, что мотор мы ставим экстренно. К сожалению, на этом моторе покататься скорее всего не получится. Простые варианты типа термостата я попробую, но что-то не уверен. Если есть какие-то идеи у вас, рассказывайте, что делать. А, еще может быть пробка на расширительном бачке. Я еще не очень разобрался, как у BMW устроено. система охлаждения. говорят, еще вроде может быть пробка. Короче, накидайте идей, пока я не поменял мотор. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok